Человек-праздник, человек-оркестр. Так о Марине Андриановой отзываются коллеги и читатели Видновской центральной библиотеки. Она успевает не только выполнять свои прямые обязанности, но и организовывать и вести множество разнообразных активностей для детей и взрослых. Лекцию или она проводит, квиз она проводит, у нас всегда это праздник. Профессионал, она как руководитель наш. Вообще мало, мне кажется, кто может похвастаться, что он идет на работу с радостью. Я иду с радостью, я очень рада, что я с ней знакома, о таком начальнике только мечтать. По образованию нашей героиня историк, за ее плечами обширный опыт экскурсионной деятельности. Неудивительно, что в библиотеке появился клуб путешественников «Поехали». Я люблю все-таки рассказывать про какое-то место с другой стороны. Не то, что посмотрите налево, посмотрите направо. Вот такая дата, вот такой архитектор. Ну да, ну кто потом вспомнит. Одним из самых нужных и важных направлений своей деятельности Марина считает клубы «Дорога в жизнь» и «Колорит» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас эти объединения вышли на новый уровень. Талантливые ребята активно участвуют в концертах и фестивалях и вот-вот приступят к подготовке юмористического мюзикла. Я пишу сценарий. Мюзикл будет называться «Не кошки, а крошки». И все ребята наши с ОВЗ будут задействованы в этом мюзикле. Под каждого человека я пишу роль. Это будет юмористический контент, и этого не делал никто. То есть вот это прям будет, мне кажется, бомба. Также она регулярно проводит в библиотеке интеллектуальные тематические квизы для детей и взрослых. Ведет курс по юмористическому стори-теллингу «Юморина». Одно из последних запущенных ее объединений – авторская программа по медиа-краеведению, которую наша героиня разработала в рамках пилотного проекта Губернской библиотеки и Министерства культуры. В общем, неудивительно, что именно Марина Андрианова стала победителем в номинации «Лучший библиотекарь» в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области «Лучший по профессии». И хотя сама она не верила в успех, ее коллеги ни секунды не сомневались. А Паша не знает, что она выиграла и кричит. Что выиграла, что выиграла. Мы здесь все кричим, здесь читатели, поздравляем. Это было очень весело, такие эмоции у нас здесь были. Мы кричали здесь всей библиотекой. Она по праву это звание заслужила, потому что она очень энергичная, она очень такая инициативная, заводная. Она проводит очень много различных мероприятий. Это звание, мне кажется, я должна разделиться со своими сотрудниками тоже, потому что это мой тыл, они мне помогают, и я могу делать какие-то масштабные проекты. Кстати, именно работу библиотеки вдохновила Марину Андрианову начать писать собственные литературные произведения. А благодаря победе в конкурсе она сможет наконец-то осуществить мечту издать свой первый авторский сборник юмористических рассказов и миниатюр. Даже и название готово «Марусина история». Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева. Видно этого. Субтитры создавал DimaTorzok